В «Газпромнефть» в «Ноябрьскнефтегазе» завершилась спартакиада среди коллективов предприятия. По традиции, завершающим этапом соревнований стал легкоатлетический кросс. Этот вид спорта у нас заключительный в нашей спартакиаде, который мы проводили по 11 видам спорта. И легкоатлетика является у нас обязательным видом спорта. Поэтому у нас максимальное количество участников сегодня. Чтобы не получить штрафные, надо обязательно участвовать в этом виде программы. Первыми стартовали женщины. Как говорится, дамы вперед! Следом бежали мужчины. Здесь страсти, конечно, накалились. Самым зрелищным получился последний забег. Болельщики поначалу даже сделали ставки на то, кто же придет первым. Результат оказался непредсказуемым даже для самих спортсменов. Очень тяжело. Сначала в конце бежал. Фу, в горку еле как. Вроде бы всех обогнал и удержал, так сказать, лидерство. Но тяжело. А как тут получилось? Сначала в конце кого обошли? Так вот всех обошел. Почти в конце был. И в горку все-таки занимался футболом. Ноги не подвели. Выносливости хватило, чтобы дойти до конца. Но это где-то открылось второй декабрь, что суперники все остались позади. Да, да, да. Скорее всего так просто. Попробовал и смог. И удержал. За третье место в забеге боролись сразу трое спортсменов. Вот уж поистине воля к победе. Тем не менее, несмотря на показательные результаты, по итогам лучшее время среди мужчин показал Михаил Маргунов. На втором месте по результатам забега Руслан Ахмедзянов замыкает тройку лидеров Дмитрий Батурин. В забеге среди женщин лучший результат у Лисан Мухтаровец. Второе место у Александра Емельяновой, третье у Светланы Дашковой. Результаты забега повлияют на общий итог команды в спартаке Азии. Победителей наградят на праздновании Дня нефтяника. У нас еще впереди очень много соревнований, которые будут носить личный командный характер. Еще много соревнований по различным видам спорта. Так что скучать не придется. Будем еще соревноваться. Кирилл Мигель, Ксения Ебешева, Александр Иванов и Виталий Харченко. Новости нашего города.